За святую Русь помолюсь Чтобы Божью нить пробудить Чтобы русский дух да не потух Мы с одной закончили, начинается сказка еще одна Ребята, что сибирики делают? Кстати, когда я начинал разговор Показал две фотографии нашей звезды Которая называется королева красоты Она же замминистра Она же мать двоих детей Что я еще этим хотел подчеркнуть? Она сибирячка, она из Тюмени У нас сибиряки это все равно Много плохих людей сидят Но у нас все равно люди лучше, чем вероятные Многие, кто переехал туда, так и говорят Это горькая правда А вот наши сибиряки еще одни Я говорю, если уже замминистра Елена Сергеевна сибирячка То что уж говорить А, ну, Катя, Катя Катя у нас Уралочка Ну что? Сибирь-Урал это братья навек Дальше Смотрите сюда Вот сейчас я вас познакомлю еще С одной, потом еще И вот что получается Значит, знакомьтесь Юлия, Наталья Это семья И вот что получается Дальше Значит Меня все время Хочется провести аналогию со спортом Надо бы пониже, но могу забыть Вот Сейчас вы поймете, какой красоты фотографии я получил Что такое аналогия со спортом У нас все девушки, о которых я говорил и буду говорить Они имеют высшее образование Они настолько самостоятельны Им не нужно, чтобы их приглашали в Москву Хотя это надо бы Но это надо стране, не им Молодым Порядочным Это самое Работящим невероятно В руках все расцветает Это я немножко наперед говорю Но Аналогия со спортом Они годы упустят Когда-то, может, будут востребованы Но годы упустят Надо ждать, пока придет другая власть Пока еще одного сменить, еще один министр А я все жду, жду Вот пришла молодежь Сергеевна и Сергеевич Опять дальше ждать Пока еще раз сменятся И вспомнил, что мы, любители, опередили науку на 200 лет Я вам докажу ниже Так вот Аналогия со спортом Вы представляете Девчушечки берут золотые медали на Олимпиадах 13, 14, гимнастки 15 лет, 16 Конькобежцы 17, 18 лет А теперь представим себе Что он где-то там Она в Сибири Эта же гимнастка И выступает в своем клубе И вот уже 20 лет, 30 лет Ее в 35 лет посылают на Олимпиаду Смешно вам кажется? А сейчас Елена Александровна Савинич Вот Которая сейчас Я считаю номер один в нашей России Она Лучшие годы проведет Не, не зря Вот Мы договорились за 3-4 года вырастить уникальный сад Но нет земли еще Нет еще земли Еще нужно где-то добывать эти пару миллионов И нет этого самого Возможности посвятить себя полностью У человека где-то должна быть Зарплата, крыша над головой Пока Чтобы вырастить сад мечты Вот Мы над этим работаем Ну наши возможности И вот когда-то ей исполнится 40 лет 50 Ее позовут туда куда сейчас надо С руками отрывать Это потерянные годы для всей страны Ребята Почему? Поверьте сейчас Вот следующая наша девочка Моя любимая Юля Пишет Нашла фото 3-х летней давности Это ее Мама Юлия на пригорке с абрикосом На этом фото Видна планировка Нашего тогда Сейчас совсем маленького питомника И это фото не включил Упустил Абрикосы по вашему совету Посажены холмы Пространство между холмами Мы используем для расстановки Растений в контейнерах Которым нужно притенение Так Очень удобно и компактно Было пока были маленькие Потом прошу скупить Еще участок Сейчас смотрю на эти фото Помните На семинаре А вся семья Приехала ко мне На семинар Красный хутор Я их учил живьем Иначе откуда бы Вот это все взялось Вот это вот Красота Дальше Вы спросили Вот это интересно Я всем говорил Кто ко мне приезжал Первый вопрос не был Кто хочет свой питомник Признаюсь Я тогда руку не подняла У меня даже мысли в голове таких не было Валерий Константинович Представьте Что вы наделали Что же я наделал Городили городские жители Вирусом садоводства Первый раз Слово вирус Вот это вирус Вирус Вот Валерий Константинович Через сколько лет После того Когда вы приехали Ко мне на семинар Я про Сафронова Который Директор нашего предприятия Это так Ну не официальный директор Технический руководитель Знаешь На какой год после этого Вы взяли Как-то разумеет Ну что Вот так вот Вирус Валерий Константинович А дальше еще Я всегда удивлялся Мне вот это Обязательно Почему я включил Еще одно ваше письмо Заставить Юлию сфотографироваться Это еще та задачка Нашла всего несколько Вот так Вот Значит Юлия сфотографировалась Вишня Юля с сыном С Олегом Сможем С сыном Олегом Сможем Собирать саженцы Дальше Мы выращиваем Не только плодовое Декоратив Красные лесные Яблони Личины Черемки Головоели Бархаты Амуры И так далее Это лето Выдалось Это вы без меня Прочете Так Нашла фото Красноярского пипинчика Редкая вещь Исчезающий вид Держите его Как это Прививайте Тут недавно К Сергею Пристали Хочу Это Ранетки привиты А Пока вырастет Тот кто хотел Исчезнет Убедись сегодня Ранетка На кого нет У Юли Дерево растет во дворе Подписывайтесь Под каждым словом Про это дерево О Я это сам не читал Сорт уникальный Скороплодный Вкус Урожай На моростойке Низкая Компактная дерево Юлин Двухлетний сын Самостоятельно Раздобывал Себе вкуснейшие Яблочки С этого пипинчика Потому что Яблочки низко Со сбором Справится даже Ребенок Фото дерево Целиком Никто не догадался Сделать Ну и так далее Уход Бодлера Это большая потеря Мы можем сохранить память О нем Деревьях У меня растет Брянская розовая Пяти экземпляров Обещаю поделиться Лентатом Какой бы он ни был Но очень надеюсь Что положительный Брянская розовая Если вы доставали у меня То это не его Брянская розовая Может у него есть Как-то меня миновало У меня есть Брянская розовая Но я получал Из Европы Но у вас Какой-то Абрикон Уже и червячий растет Так вот Наталья Доведите дело до конца Доби Доби Как не включу Омский садовод Как не включу И тут же Обязательно червяч И тут же фотография Роскошная Ну мы не знаем Это же сколько людей Где их сад Пожалуйста Ну вам там рядом Это даже я считаю Что гражданский долг Пойти и сказать Пойти и сказать Покажите сад Всего лишь А по ответу Уже будет видно Ну можно второго Брянская розовая Если сада не окажется Откуда дровишки Так Валерий Константинович Есть еще черенки Черешки Крой брянской розовой Я не пытаюсь Дозвониться До Алексея Боднера Пока не дозвонился Отвечу позже Или он нарежет Вдруг деньги нужны Он же тогда 75 черенков Он же резал Мне отец Отец уже Лежал тяжело больной Он нарезал 75 черенков Они уже разошлись Мои друзья Марина Асоха Собираются заказывать От черенки Если есть черешки Я бы присоединился Еще раз говорю Обещаю Дозвонюсь У меня Я вспомнил Есть еще один телефон Вот Может быть Я дозвоню До него А еще у меня Есть его Это Ретерный адрес Так Юля ведет Страничку Вконтакте Там ваша Вишенка После фотографии А После этих фотографий Приехала организация Пересчитала Все вещи Которые у нас были И даже торговаться Не стали В итоге В итоге Вишня Продажи Не будет Вот так Вот так Вот она Это Ну Осталось вспомнить Откуда у вас Ваши вещи Вишня Залась И Кто-то Уже другой Не вы А кто-то Из ваших покупателей Сказал Что ваше Ваша Волочная Вишня Это Наша С вами Волочная Вишня Не забывайте В скобках Ставить Железо Вот Слаще Черешни А это Многого Стоит Так Вишня Волочная Волочная Ваших семян Хит А теперь Знакомлю вас С фотографиями Трам-там-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам-дарам А нет Какие фотографии Суровые будни Никаких Трам-тарам Это просто Волочная Вишня В их саду В Омске А вот это Я и не щадил Юлию Матвееву Вот она Пашет у меня Не пашет как Это учеба Она мне сильно не пахала Но Это Самое Вот так это выглядит Вот здесь она рискует жизнью Это мы у Боднера в гостях Как же Ухожу это За Производство практики Настоящие Производство практики Направлением Института От университета Вот здесь Вот такой обрыв И вот это вот Она по-настоящему Рискала жизни Если бы сверзло То она полетела Два раза выше Ниже чем нам кажется Так Тогда я сказал Наталья Мне нужно Все про Юлю Юля закончила Омский Петруниверситет Специально Биоэкология Диплом Интродукция Рода Абрикос И вот ее данные Видели Видели И вот электронные Посты Видели Видели Вот Вот это Бенефис Нашей Юлии Матвеевой Здорово? Нет Еще Полюбуйтесь Вот такие У нас Сибирячки Растут Еще раз говорю Это штучные Изделия Это ювелирные Изделия Вот Почему У них душа Особая У Кати У Юли У Лены Ну вот И еще Они все Посмотрите Как себя ведут Мои Эти клоны У них Ну Кто Кто Конечно Я их обманул До 600 грамм Не дотягиваю А Господи Антоновка Не дотягиваю До 600 грамм Обманул Господи Посмотрите Красота Какая А А когда вы у меня были Юля у меня была В 2014 году А вы Год или два Раньше Везли сажен Ой Окипалки Я сейчас Только для меня Дошло Я же Механически Натыкал Прямо перед Самим Вебинаром Скорей Скорей А Ну Кто сказал Что в Омске Это не должно Расти Вот Наша Я надеюсь Что Это самое Ну Как сказать Я муж Муж Мужик Соответственно Дами По любви К природе Вот Ой Как здорово Вот еще один Растет Да Прямо Продолжение следует...